Американские индексы в шаге от годовых максимумов и ноябрь 2023 года становятся рекордным месяцем за многие годы в плане доходности. Мощное снижение глобального доллара и доходности гособлигаций на фоне действий ФРС по ставкам поддерживает интерес к рискованным активам. В результате инвесторы проявляют повышенный интерес к активам с более высоким уровнем риска. Такие факторы создают благоприятное окружение для мировых финансовых рынков, и инвесторы ощущают поддержку как со стороны американского, так и мирового экономического климата. Сегодня фокус также сместился на Канаду. Страна опубликует индекс потребительских цен. Аналитики группы компании ИнстаФорекс уже подготовили для вас подробный анализ. Свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Во вторник фьючерсы на акции в Соединенных Штатах не сильно меняются, зафиксирована незначительная коррекция вниз, что вполне логично. Трейдеры стали более осторожными, воздерживаясь от крупных ставок в преддверии публикации протокола прошлого заседания Комитета по операциям на открытом рынке. В то же время особое внимание уделено квартальным результатам компании Nvidia, которые будут опубликованы после закрытия торгов. Акции технологической компании немного выросли на премаркете. Эти события будут в центре внимания инвесторов, влияя на динамику рынка. В целом, коррекция выглядит обоснованной. Рынкам нужна кратковременная передышка после внушительного подъема в последние недели, ну а далее вновь рост, негативный тренд сломлен. За менее чем месяц индексы широкого рынка, такие как S&P 500, выросли на 11%. Этот восходящий тренд стал полноценным и рынок находится в шаге от обновления годовых максимумов. С технической точки зрения индекс S&P 500 все еще находится в пределах 1% от цели роста до уровня 4600 пунктов, который был обозначен на начало ноября. Оценки профессионалов полностью подтвердились. Ралли продолжается почти без перерыва. И за три недели индекс поднялся с локального минимума в районе 4100 пунктов до уровня выше 4557 пунктов. Индекс доллара во вторник ушел на новый минимум. Так, трейдеры сигнализируют о своей уверенности в снижении ставок США. В настоящее время в центре внимания находится вопрос о скорости первого смягчения политики. Фьючерсы указывают на вероятность в 30%, что ФРС может начать снижать ставки уже в марте. И сегодня внимание инвесторов сосредоточено на протоколах последнего заседания ФРС, которые должны предоставить дополнительные сигналы относительно перспектив изменения денежно-кредитной политики. Игроки также рассматривают статистику, в фокусе внимания индекс национальной активности ФРБ Чикаго за октябрь, продажи на вторичном рынке жилья в США за аналогичный месяц. Еще одним фактором давления на доллар в начале недели является решение китайского центробанка, который резко повысил фиксированный курс юаня по отношению к доллару. Слухи о предоставлении помощи местному сектору недвижимости китайскими властями вызвали рост большинства валют по отношению к доллару. График индекса доллара приближается к ближайшей горизонтальной поддержке на уровне 103 пункта. Данная область может служить хотя бы временной остановкой падения курса доллара, учитывая накопившуюся перепроданность. Триггером может стать публикация протоколов последнего заседания ФРС. В наиболее пессимистичном сценарии можно ожидать дальнейшего снижения доллара до уровня в 100 пунктов, если реальная доходность продолжит снижаться до 2%, а номинальная доходность десятилетних казначейских облигаций опустится ниже отметки в 4,36%. Канада вслед за другими развитыми странами продемонстрировала значительное снижение инфляции. Годовой уровень темпа роста потребительских цен в стране замедлился до 3,1% в октябре с 3,8% в предыдущем месяце, что немного ниже ожидания рынка. Эксперты предполагали замедление до 3,2%. Это позволит продлить темпы дезинфляции в Канаде второй месяц подряд. Результат также оказался мягче прогноза Банка Канады. Регулятор предполагал, что показатель останется близким к 3,5% до середины следующего года, тем самым укрепляя рыночные ожидания в том, что центральный банк вряд ли падет на очередное повышение ставки. Так, базовый уровень инфляции незначительно снизился до 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены выросли на 0,1%, и канадский доллар остался на восходящем тренде после публикации инфляции. На сегодня предполагается попытка теста области поддержки вблизи уровня 1,3645. Подтверждением дальнейшего снижения котировок USDCAD станет падение и пробой уровня 1,3575. Далее потенциальной целью выступает 1,3325. Ждать рост пары стоит с пробоем области сопротивления и закрытием котировки выше уровня 1,3875. По биткоину все стабильно. Сегодня он торговался на уровне 37 224 доллара, снизившись на 0,5% по отношению к предыдущей торговой сессии. Оглядываясь назад, стоит отметить, что за последние 12 месяцев его цена выросла на 131%. Ожидается, что криптовалютный рынок продолжит свой рост, и в текущем бычьем цикле его капитализация может достичь от 8 трлн долларов до 10 трлн. Важно понимать, что недавний взлет криптовалют не был вызван исключительно хайпом вокруг предстоящего запуска спотовых ETF на биткоин. Переход ФРС к политике мягкости станет сигналом о снижении страха перед рисками среди инвесторов. Это, в свою очередь, может привести к притоку капитала, включая инвестиции в цифровые активы. Важным фактором также является возможное снижение процентной ставки ФРС, которое может совпасть с ожидаемым халвингом в апреле 2024 года. Исторически такие события сопровождались только с значительным ростом цен на криптовалюты. Таким торговый день в США видят аналитики группы компаний ИнстаФорекс. А наша команда надеется, что теперь вам будет легче оценить перспективы торгов. Мы всегда рады вашим комментариям и готовы ответить на ваши вопросы. Пишите, и мы обязательно подготовим для вас информацию. Ну а пока всем профитам и до новых встреч на канале. Увидимся завтра.